Добрый день, меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quice. Ровно год назад мы прилетели в Омаху. Мы выезжаем с парковки, которая располагается рядом с Юджин Эпли аэропорт. Это бесплатная парковка, рядышком располагается еще и платная парковка, об этом я попозже расскажу. Но суть не в этом. Этот ролик посвящен нашим эмоциям. Мы сейчас пройдемся ровно той самой дорогой, по которой ровно год назад состоялось наше знакомство с Америкой. Я уже был в Америке, но для моей жены это было первое впечатление. Поэтому я хотел бы поделиться этими эмоциями с вами и показать Омаху, так как мы ее увидели первый раз год назад. Наше путешествие пройдет под музыку Вертинского. Я специально получил разрешение для своего канала от Космос Групп, от его продюсера, которые сделали этот проект. И вы сможете сладиться этой музыкой. Если у вас есть вопросы, где можно купить эту музыку, можете написать в комментариях. Я также дам ссылочки на вот этот релиз, на этот проект Космос Групп. Ну а сейчас, собственно говоря, будет Вертинский, будет Омаха и будут мои комментарии. С правой стороны располагается Картер Лейк. Это искусственное озеро, там сейчас бьют фонтанчики. Вокруг Картер Лейка находятся достаточно престижные райончики. Свеженькая такая застройка. Это вот то, что с правой стороны поворот. Я вот смотрю, к сожалению, фотоаппарат не показывает. Бусти там пасутся, уже фонтанчик заработал. Рядом, с левой стороны тоже фотоаппарат не показывают. Располагается бюджет. Это компания, которая представляет в аренду автомобиля. Если вы прилетели в Америку и нет у вас своей машины, вы можете заранее через интернет, а может быть даже в самом аэропорту арендовать машину. Это будет стоить достаточно недорого. Копейки. Компания бюджет, я ссылочку тоже дам. Вы можете взять машину в аренду несколько дней. Опять же, можете потом сдать назад эту машину. В любые точки Америки, потому что офисы бюджета по всей Америке есть. Вы можете приехать в Новый город и там оставить эту машину. Заправочка «Филипс-66». Рядом закусочный «Сабый». «Сабый» немножко отличается от того, что в России. Там, конечно, ассортимент будет вкуснее. И, что самое главное, немножко другой хлеб. Он более вкусный. Не знаю почему, но другой немножко. Так, тут у нас ремонтная работа. Год назад здесь этих работ еще не было. Вот здесь здесь пара спать ремонтируется. Ну вот на горизонте показались помощки и небоскребы даунтауна. Скоростой лимит у нас 35 миль в час. Но мы едем чуть быстрее, на 5 миль больше. Это не возбраняется. У нас сейчас жара, 40 градусов. Как сейчас помню, когда мы из Москвы улетали год назад, в Москве лил мелкий противный дождик. Уже несколько недель стояла местная, отвратительная, холодная погода. Поэтому для нас было контрастом, когда мы прилетели в Чикаго. К тому же была жара. А сюда прилетели, была парилка, как в Египте. Вот сегодня такой же день где-то. На солнечке 40-45 градусов жары. Вот. Ну и наконец мы видим наше небоскребовое. Рядом располагается Century Link. Это новенький стадион. На нем проводят конспортины соревнования, так и разные культурные мероприятия. Открытый стадион. Здесь проводятся чемпионаты по грейсболу. История Великоприятия. История Великоприятия. Скорб follower. Огонь. Осталось, униссень. История Великоприятия. Это привлекающие к даунтауну территории, сейчас их перестраивают, раньше здесь достаточно были такие старые ветхие строения, мне рассказывают, ребята, которые приехали лет 10-15 назад, сейчас это делают такой вот модный центр, апартменты, магазинчики, бутики, офисные центры, то есть вот эта часть омахи, она сейчас в стадии перестройки, реконструкции. Субтитры подогнал «Симон» 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 ролики а то старое здание которое мы сейчас проехали это средняя школа одна из старых в Омахе у меня к сожалению пока про неё только были негативные фидбэки но хрошкольное образование я ещё планирую снять ролики просто я общался с теми кто здесь живёт давно проблема куда отдать школу детей это очень про эту школу говорили лесное вот вот у нас армия спасения это магазины раздача разного рода помощи социальной мы проехали армия спасения очень известная организация в Америке у неё куча филиалов в каждом городе нет никаких офисов они очень серьёзно работают с населением тут реальная организация которая осваивает деньги не себе в карман а занимается реальной помощью людям которые нуждаются вот мы пересекаем хайвей я уже говорил он тут делает группы и пересекает уже всего нужно с правой стороны Бургер Кинг заправка Бридж Петролиум практически выглядит так же как и в России всё тоже самое хорошее уровень сервиса вот он магазин радио шаг про который я тоже снимал уже репортаж с правой стороны а если мы повернули бы это направо то оказались в госпитале Крейтон в котором рожала зина и где наш лист появился на свет и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть, конечно, люди, которые хотят кинуть понты и купить какую-то дорогую машину, типа, не знаю, там, Камары, типа, Форда Мустанга, я не знаю, Вайпера, все что угодно. Ну, это, скажем так, единицы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Штанги висячие Вначале смотрелось очень необычно Вообще, вы видите, светофоры располагаются не до перекрестка, а после. Ты должен останавливаться до. Вот мы проехали магазин Таркетов, справа остался. Первый раз, когда мы приехали сюда в опухол, на следующий день мы пошли туда, и Зиня показал Таркет. Смотреть реакцию. Там реально низкие цены, очень интересно походить и посмотреть. Для приехавших из России, конечно, многие люди будут в шоке, насколько низкие цены и качественные товары. Вот мы видим рекламу TOYS AS, это магазин игрушек. Тоже он сетевой, по сравнению везде. Есть такая небольшая плаза. Опять Бурдер Кинг. Вот он, кстати, американский Макдональдс. Кстати говоря, ни разу в американском Макдональдсе не было. Здесь столько разных интересных вкусняков, что, мне кажется, глупо туда ходить. Вообще, честно говоря, из фастфуда мне больше нравится Бурдер Кинг. Именно по ассортименту, по ценам здесь совсем проблема перекусить где-то, а ты находишься на трассе. Я обычно заезжаю на Рест Эрию и беру что-то Бурдер Кинг. По крайней мере, желудок не протестует против этого насилия. Если бы я повернул направо, вы бы оказались в магазине Бубилл. Я про него снимал уже ролик. А с правой стороны у нас плаза. Тут располагается салон, где работает такая Рита. Это парикмахер. Она приехала сама из Минска. Живет здесь очень давно. Очень хороший парикмахер. Мы к ней ходим встречаться. Вообще, все русские у нее клиенты. Очень качественный парикмахер. Мне очень нравится, как она работает. А вот напротив салона располагался салон художественных товаров. Такой магазин-художник. Мне он тоже поразил, когда я пришел туда купать в холст для своей картины. Каранский ассортимент действительно огромный. В Москве я такого ассортимента не видел. Самое, что хорошая цена. Действительно, какие цены. Успели. Ура! Мы успели. Мы успели. Мы успели. Мы успели. Что еще нас поразило, когда мы приехали в Америку. Везде развиваются американские флаги. Это прикольно. Американцы вообще большие патриоты своей страны. На праздник вывешивают практически все дома флаги. А у многих американцев флаги весь год висят на участке. Это о многом говорит. Это говорит очень о многом. Люди гордятся своей страной. Можно Америку как угодно осуждать за непродуманные внешнеполитические действия. За какие-то косяки здравоохранения, в системе финансов. Но что нельзя отнять, это грамотная работа в области идеологии и социальных программ. И вы можете оставить любого американца на улице. И вы поймете, что имеете дело. Продолжаем ехать по Датш-стрит, который проходит через Омакул. Продолжаем рассказывать про то, что нас поразило, когда мы только оказались в Америке. Везде висели американские флаги. Везде висели американские флаги. Хотя никакого праздника не было. Тогда вы четко поняли, что мы находимся в Америке. Вот здесь Датш-стрит начается вообще такую скоростную мутистраль. Здесь несколько серьезных этих развязок. Опять пересечение с Хайваем. Здесь несколько важных точек. Здесь находится у нас офис FedEx. Кроме всего прочего, здесь находится один из моих любимых гран-чинобуфетов. Это если вы поехали вот на этом перекрестке налево. Прямо развернулись. Даже на 20 гран-чинобуфеты разглядел. Справа полагаются магазины Chevrolet, Cadillac, салоны по продаже автомобилей. А мы сейчас уходим направо в спальные районы. Если бы мы поехали по Датш-стрит дальше, то буквально через пару километров мы уже оказались под окраине омыслия. В районе 180 улицы и дальше. За последние несколько лет вымаха сильно разрослась. Захватило все пригороды. Честный гольф-клаб. Захватило все пригороды. Все пригороды. Голос-клаб, Голос-клаб. Это относительно свежий райончик застройки, а здесь застройка, думаю, была в 70-е годы. Ну и мы практически приехали. В тех случаях, когда нельзя поворачивать в Америке направо, вешают или специальный транспарант, или он горит надпись No Right Turn. Нельзя поворачивать, пока транспарант не погаснет. Мы повернули направо и оказались уже в зоне спальных районов. Как я уже говорил, они были построены в 70-е годы. Здесь, предлагается, был Клаб. Небольшая плато. Здесь мы в первый раз пошли в индийский ресторанчик. Хочу было до знакомства с китайскими буфетами. Мы сейчас как бы возвращаемся обратно в центр, на несколько улиц. Такой небольшой крюк сделал. Просто это была самая короткая дорога, чтобы попасть в тот район, где мы жили, когда мы приехали в Америку. И можно было в нем с китайской поездке,ads. Ну, и мы практически прибыли в пункт назначения. О, шайтан. Здесь парковая зона, рядышком парк и вот такие вот птичьи спокойные домики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы прибыли в пункт назначения. Оставайтесь с нами на канале, и вы узнаете много интересного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА